Радио России Новосибирск. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В студии журналист Сергей Костриков, звукорежиссеры эфира Игорь Надежкин и Илья Батеев. Вчера в Новосибирске начался Маланинский фестиваль. Он продлится по 27 декабря. В студии сегодня вечером гости и участники музыкального праздника. Алексей Викторович Медведев из Мурома. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Вадимович Шипков из Санкт-Петербурга. Здрасте, Игорь. Добрый вечер. Владимир Павлович Глазунов, Нижегородская область. Здравствуйте. Иван Викторович Шулбаев из республики Хакассия. Добрый вечер. Геннадий Григорьевич Сюрсин, Удмуртия. Добрый вечер. Добрый вечер. И Анна Николаевна Федорова, Новосибирск. Здравствуйте. И Андрей Федоров. Здравствуйте. Юное дарование, как его назвали, незадолго до записи нашей программы. Представлять этих людей я не буду, скажу только, что они популярные артисты-гармонисты в жанре народного творчества, лауреаты международных всероссийских фестивалей, конкурсов. Включались в символические золотые десятки гармонистов России, принимали участие во многих телепередачах. Называть даже эти передачи не буду, все и так знают. И, конечно, баянистов и гармонистов всегда тепло принимает публика. Концерты Маланинского фестиваля начались. Анна, скажите-ка, что у вас будет до 27-го числа? Начиная, наверное, с 23-го, потому что сегодня мы выходим в эфир вечером. У вас концерт в Ордынском районе уже завершается, либо завершился. И что будет дальше, и где? 23-го у нас будут мероприятия, начиная с Ленинского, села Морской совхоз. Потом Мичуринский совхоз и Краснообск. Это получается вот левый берег. Новосибирская область. Это только в один день будет. Это в один день у нас будет, да, три концерта. Потом дальше у нас Воскресенье, Ордынка, РДК. И еще какой-то концерт у нас. Новопичугово. Новопичугово, да. А сейчас у нас в любом случае можно назвать не разговором, а концертом то, что происходит сейчас в студии. Кто готов первым растянуть меха? Давайте, пожалуйста. Значит, представляетесь в микрофон, называйте песенку, которую вы будете играть. А если и петь будете, то и петь. Ну, я, Сюрсин Геннадий Григорьевич, приехал в Судмуртии, цветущей с Воткинской земли, поющей с родины Чайковского. Ну, песни, конечно, тоже будут у нас броски. Песенка будет звучать погибшего на Украине Сергея Гумного. Он из Забайкальского края, Красночеконский район, село Урлук. Вот, он написал, успел, вот, ну, много песен написал, вот, одна из них, как бы, мне очень, как бы, ну, запало в душу ее, как бы, вот. Я ее попробую исполнить. Пожалуйста. Пожалуйста. За окном дожди, снега, закаты и рассветы, В юге бури и ветра, Солнечное лето. Но, несмотря на разные погоды и настроения, Греют мысли о тебе, родная сторона. Вспоминаю каждый день о тебе, моя родная, И время, как песок течет, его не замечаю. Дорога, что ведет к тебе, во снах я часто вижу, Дом родной и улицу, где рос и вырос я. Дорога, что ведет к тебе, во снах я часто вижу, Дом родной и улицу, где рос и вырос я. Дорога моя дальняя, и сам не верю я Что очень скоро, скоро увижу я тебя Тебе я, как обычно, маму, везу большой букет Еще два поворотика и вновь скажу привет Тебе я, как обычно, маму, везу большой букет Еще два поворотика и вновь скажу привет А сердце все сильнее рвется из груди Не открываю двери, теперь все позади Позади все мысли бури ветра Ну здравствуй, мам, любимая, красавица моя Ну здравствуй, мам, любимая, красавица моя Ну здравствуй, мам, любимая, красавица моя Трогательно Трогательно, мы аплодисменты не будем устраивать, но будем считать, что они подразумеваются Вот скажите мне, вы взяли не свой инструмент, а инструмент своего коллеги Они взаимозаменяемы, эти инструменты? Вы можете, допустим... Только по тональность Они как бы заменяют У него такая же гармония, как и у меня Просто тональность пониже немножко И удобнее эту песню исполнять, чтобы не кричать на этом инструменте Понятно Теперь еще Как давно вы принимаете участие в Маланинских фестивалях? Ну честно говоря, первый раз был в 13-м году Участвовал в конкурсе Ездили также в фестивали по районам везде И в 15-м году А нынче уже как бы пригласили Получается так Ну что, сейчас слово юному дарованию Или, может быть... Нет, мы у Анны Николаевны еще спросим Насколько популярен фестиваль у гармонистов и баянистов? Насколько популярен? Ну да Сколько человек принимают участие обычно в фестивалях? Ну, по количеству я не скажу человек Но заявок всегда подается очень много На участие в фестивале, да, участников Ты не можешь сказать, Андрей? Может, 20 Может, заявок действительно много Со всей страны стараются попасть У нас Маланинский фестиваль делится на фестиваль А также большие конкурсы фестивалей Которые проходят раз в два года в январе месяце На фестивале, которые проходят в декабре Также бывает, проходят в других месяцах Ну, у нас фестивали обычно проходят вообще круглый год Собирается человек 20, а то и больше А на конкурсы собирается несколько сотен на бывают тысячи человек Ох, ничего себе А заявки на конкурс 2024 года, который на январь запланирован Уже закончили принимать или еще принимают? Нет, еще принимаются заявки Все еще в стадии подачи обработки До какого числа? Просто вдруг кто-то из гармонистов Слушает нас и захочет принять участие А до этого не принимал Надо положение смотреть, нет, я не помню Ну, ладно Но пока что заявки принимаются Так что В общем, положение можно найти на сайте Маланинского фестиваля Наверное, если есть такое Я что-то посмотрел, у вас там едва теплится жизнь На сайте Вконтакте, в социальной сети В вашем, так сказать, паблике Проверим Если нету Вконтакте, надо поставить Там надо побольше новостей Ага Ну и что, Анна, вы появились в фестивальной этой части Вслед за сыном, или вы сына привели? Я появилась вслед за сыном Так, сын Андрей, как вы узнали о том, что фестиваль такой вот И конкурс есть? Я пришел учиться играть на гармонии к Николаю Андреевичу Примерову А он является председателем аркомитета, главным организатором Международного Маланинского фестиваля И таким образом я пришел в этот фестиваль Вы уже лауреат? Да Ну тогда гармонь в руки Сейчас гармонь переходящая у нас тут Да От Игоря Шубкова Песня Михаила Михайловича Мандаренко из рабочего поселка Ленёва Председателя жюри Международного фестиваля «Золотая осень» Слова Николая Лебедка Подарили нам эту песню Вот, эх, поселом Легендарный дуэт был веселуха Ребят, Гальянов и Дима Ивашенко Вот, ну и песня уже легенда Прославили Новосибирск область этой песней Поехали Говорят по всей родне, что пора жениться мне В город надо уезжать И невесту выбирать Не с роднёй мне больше лада Хоть сложись и помирай Городскую мне не надо Деревенскую давай Городскую мне не надо Деревенскую давай Эх, посёлом, поехали посёлом Пусть гармошка и девок завлекать Эх, посёлом, поехали посёлом Мне невесту, о, будем выбирать Мне невесту, о, будем выбирать Мне нужна такая жена Чтоб всю жизнь была верна Чтоб могла доить коров Напилить на зиму дров На обед смогла борща Деревенского сварить И такого же, как я Гарманиста мне родить И такого же, как я Гарманиста мне родить Эх, посёлом, поехали посёлом Мы с гармошкой и девок завлекать Эх, посёлом, поехали посёлом Мне невесту, о, будем выбирать Мне невесту, будем выбирать А в субботу всей родне Сможет баньку истопить И погладить спинку мне И глазком всех угостить Я объехал много сёв Но такую не нашёл Но с гармошкой вдвоём Обязательно найдём Эх, посёлом, поехали посёлом Мы с гармошкой и девок завлекать Эх, посёлом, поехали посёлом Мы невесту, будем выбирать Мне невесту, будем выбирать Мамаша, скажите-ка мне У вас такие же высокие требования Как вот у жениха потенциального То есть у сыночка вашего К будущей его невесте Чтобы и борща И чего там ещё Конечно И ещё, чтобы фольклористкой была Вот это самое главное У них семейный ансамбль Фольклорный, Русгард Когда они выходят всей семьёй на сцену И это всё перепитается И фольклор, и семейные отношения Как в старину Ведь фольклоры выходили с семьями И видно, что вот слажено всё у них Игорь Шибков, петербуржец Он и тут и дуэтом немножечко вступал Не мог промолчать, не удержался Ну да, и подыгрывал, и подпевал Вот, вы фанат, что ли, этой группы семейной? Я наблюдаю за ней, так получилось Но я пока не стал частью их семьи Хотя, когда поёшь фольклор И выходишь на сцену Чувствуешь себя частичкой природы Это уникально, когда исполняешь И мы были в Хакасии Ну, замечательного Ивана Викторовича Шулбаева Где у меня родилась песня Что переливы гармонии сибирской Рассказали радость на сердце моём Или беда Я думаю, или беда Лебеда Чтоб это был гимн фестиваля А показать, да Давайте сразу уже, конечно Ближе к делу, как говорится Вот, привет, как говорится Из Новосибирска В солнечную Хакасию Вот и утихло Веселье в таштыпе Я возвращаюсь под ветер Домой И будет скучно Опять всю неделю Без песни весёлой Без пляски удалой Я так хочу Чтоб в гармонии играли Чтоб не умокли они Никогда Чтоб переливы сибирской Гармонии Рассказали Радость на сердце Моё Или беда Гармония Гармонь научила Нас песней дружить А песня нам может Поведать По-многому Гармонь помогает Нам жить И любить Гармонь помогает Не сбиться Здоровье Я так хочу Чтоб в гармонии Играли Чтоб не умокли они Никогда Чтоб переливы Сибирской гармонии Рассказали Радость на сердце Моё Или беда Чтоб переливы Сибирской гармонии Рассказали Радость на сердце Моё Или беда Я думаю, что мы все Теперь семейный ансамбль Большая маланинская семья Которая объединяет Лучших исполнителей Гармонистов И вот он сам добрый Добрейший человек был Иван Иванович Маланин Сотрудничал Дружил с нашими Ленинградскими Мастерами Театрального искусства Слова Актерами Мастерами сцены И сам Аркадий Исаак Ичарайкин Театр имени которого Вот возглавляет сейчас Наш Юрий Гальцев Вот Артист эстрады Поэтому мы теперь Побратим и фестивалей Игорь У меня такое ощущение Что по возрасту Вы не должны были Быть знакомым С Иваном Ивановичем Маланином Само собой Нет Не знаком Но мы смотрим видео Мы читаем историю Прежде чем ездить на фестиваль Нужно понять регион Куда ты ездишь Историю Так же как у нас 80 лет снятия блокады Ленинграда Моей бабушке 80 лет Я правнук блокадников У меня Василий Иванович Вашков Был майор КГБ Вот во время блокады Бабушка Аня Купила мне гармошку В 91 году Гармошечка до сих пор У меня лежит И я возрождаю традиции Но Геннадия Зволокина Мне повезло Увидеть в 99 году Проект Золотой 10 Гармошечка России И многие из нас Участвовали в передаче Играя гармонь До сих пор Эти движения есть Мы собираемся На фестивале Я пока мы далеко Так сказать От темы невест Не отошли Хочу Андрея спросить Гармонь помогает С невестами Это знакомиться Думать то рано Опять значит В самое время Но есть Немножко Отмахиваться только Ну и что Андрей Ну сначала я вообще Эту песню не хотел петь Но Мама заставила Нет Я понял что Это нравится людям Требования должны знать будущее Про гармонь невест Не знаю Про невест Пока что не понял А вот деньги зарабатывать Точно помогает Супер Вот Так Теперь значит Здесь Игорь Шибков Уже Можно сказать Подмигивал Говорил про солнечную Хакасию Все подводил нас К Иванову Который Викторович Который Шулбаев И название поселения Таштыб Из республики Хакасия Тоже уже прозвучало Вы расскажите Где это От Абакана В каких вот местах Еще раз Всем добрый вечер Село Таштыб Является районным центром Самого южного района Хакасия Это Таштыбский район Он располагается На юге Хакасии Занимает Одну третью площади Республики Это один из самых крупных Это самый крупный район Республики У нас их всего 8 И вот он один Занимает целую третью часть республики И вот буквально В прошлом году Состоялось впервые Событие такого крупного масштаба Эту мысль я вынашивал Очень давно И честно говоря С самого первого Наверное Моего посещения Именно Маланинского фестиваля Конкурса Который проходил В статусе международного Если не ошибаюсь Это было 6 лет назад Наверное 2017 год Да? По-моему да По-моему да Да Вот именно тогда Я впервые побывал На событии такого уровня И честно говоря Когда пообщался С такими знаменитыми музыкантами Как Владимир Павлович Глазунов И много-много других Тогда было гармонистов Вот Андрюха Тогда совсем крохой был Еще он уже наяривал На гармошке Не хуже Наверное Уже гармошка была что ли Да Уже шпарил вовсю И честно говоря Тогда еще пропитался Этой атмосферой И возникло такое желание Провести что-то подобное У себя на территории республики И знаете Как-то вот лет наверное 5 Эту мысль вынашивал Но В силу тех или иных причин Не удавалось организовать Потому что Либо финансовые трудности Либо Не очень духовно Так сказать Как это слово назвать Отклик Поддержка Да На местах относились Духовно отворенные Так сказать Люди на местах И не всегда получалось Буквально в прошлом году Случилось Даже не прошлом В этом еще году получается Все случилось Да Звезды совпали И у нас Село Таштыб Райцентр Праздновало свое 255-летие И в рамках этого Юбилейного мероприятия Удалось поговорить С главами Главой села Главой района Таштыбского И в принципе Тот и другой руководитель Идею эту поддержали И фестиваль В этом году Впервые состоялся Прошел он в статусе Всероссийского фестиваля Собрал он в себе Около 100 участников Самому младшему Было 3 года Самому старшему 83 года Приехали там из 6 Практически 7 даже регионов Российской Федерации Участники Были вот у меня Два народных гармониста Игорь Шибков И Владимир Павлович Глазунов Было много-много-много Других Мероприятие Прошло очень хорошо Был у нас Трехдневный фестиваль Первый день мы провели конкурс Между всеми участниками Второй день мы сделали Благотворительные концерты По всем абсолютно поселениям Таштыбского района И сделали в деревнях То, чего там не происходило Уже лет наверное 40 То есть люди наконец-то Увидели вот эти события Послушали, посмотрели Естественно События такого высокого уровня Вот эти душевные концерты Оставили свой отпечаток И финальным событием У нас стал конечно же Галоконцерт Уже в рамках празднования села Мы отобрали лучшее выступление Всех конкурсантов И лучшие участники И дали двухчасовой Мощный такой концерт Прямо в праздничной программе Прямо на улице Правда потом погода Немножко подвела Перешли в зал И продолжили мы в зале Но прошло все очень красочно Очень мощно Очень интересно И жители Таштыбского района Республики Хакасия До сегодняшнего дня С огромным упоением Вспоминают это событие И ждут снова Всех артистов к нам И кстати забегая вперед Немножко скажу Что этот фестиваль У нас теперь принял Ежегодный характер И проводить мы его будем Каждый год Но будет он у нас Качующим по республике И из года в год Мы будем переезжать Из одного района В другой Ваши усилия Не пропали даром Иван Да, слава богу Можно вас только поблагодарить За это Наверное Что вы прониклись Вы сказали Что пропитались Духом Маланинского фестиваля А где гармонь то ваша Вы наверное один Вообще такой участник Маланинского фестиваля У кого не гармонь в руках Ну знаете ли Я участник такой Оказался несколько Не односторонний И сегодня я представляю Народное творчество Республики Хакасия Хакасский именно Фольклор Кроме того Я играю также И на гармоне Играю на баяне Играю на гитаре И в рамках первого Маланинского фестиваля Я принимал участие В двух номинациях Как гармонист-певец И в оригинальном жанре Я пришел С хакасским горловым пением С хакасским инструментом Который называется Холмус И в принципе Было неплохое Видимо выступление Потому что Многоуважаемые жюри Мне наградили Лауреатом второй степени В номинации гармонист И лауреата первой степени Мне дали в номинации Оригинальный жанр С хакасским горловым пением Сегодня я пришел Именно с хакасским инструментом Потому что гармонистов Сегодня у нас и так много Все они очень крутые, очень мощные музыканты. И вы эту концентрацию разбавите, да, национальным? Да, я думаю, что именно так и поступим. А гармонию свою я оставил благополучно дома в этот раз, чтобы лишний вес с собой не таскать. В любом случае, мне здесь любой из гармонистов всегда может прийти на помощь и дать мне инструмент сыграть, если потребует того ситуации. Поэтому я привез свой народный инструмент. Еще, Иван, подождите, сколько весит вот этот инструмент? И еще раз, медленно, как он называется? Этот инструмент, еще раз, называется он хомес. Хакасс. Это наш хакасский национальный инструмент. Вы его не найдете ни в каком магазине. Нет ни одного завода, который изготавливает эти инструменты. Все наши инструменты ручной работы. Весит он порядка, ну, где-то 2,5-3 килограмма. Такое ощущение, что он из дерева цельного сделан, да? Ощущение такое, действительно, да. Но на самом деле он сделан из трех видов дерева. Вот каркас, корпус изготавливается из кедра. То есть наша сосна сибирская, которую мы называем, да. Она у нас является очень отличным резонатором звука, поэтому из нее делается сам корпус. Дека у нас делается из ели, поскольку ель, она слоистая такая, и в нее волокна такие вот... Переплетаются. Да, переплетаются. Благодаря этому можно вот тоненькую вот эту деку делать, чтобы она была прочная и тоже резонирует звук хорошо. Но, ввиду высокой износа стойкости, гриф исполняется из лиственницы. Это то, что в фундаменте Венеции, да? Да, совершенно верно. Песня, которую вы исполните, как она называется и о чем она, если говорить о содержании? Песня, которую я исполню, это авторская песня нашего товарища, нашего друга. Я, кстати, для слова являюсь участником этнической группы «Архай» в городе Абакане. И вот один из наших участников группы, Александр Сунчугашев, молодой человек такой, довольно энергичный. Вот он написал эту песню. Песня называется «Чир» в переводе с хакасского языка «Земля». То есть песня посвящена нашей родной земле, которая нас вырастила и о которой я всегда поклоняюсь и ради которой я живу на этом свете. Пожалуйста. Кто знает, давайте подпевать. Знают все. Знают все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Один раз он прикрывал весь мир с собой Наш русский воин, победивший страх И снова он идет на смертный бой Молитвою святою на устах А там на передовой То в затишке, то в бой И оттуда не все Возвратятся домой Отдам на передовой Страшных, как ни крути Помоги, Господь И грехи отпусти А сто солдат он выдержать все смог Не жертвовать собой готов опять А нам и правда значит с нами Бог Не жалко за победу жизнь отдать А там на передовой Да затишит обой И оттуда не все Возвратятся домой А там на передовой Страшных, как ни крути Помоги им, Господь И грехи отпусти А там на передовой Страшных, как ни крути Помоги нам, Господь И грехи отпусти Алексей Медведев из Мурома А теперь Владимир Павлович Глазунов Нижегородская область Вы у нас сегодня завершаете, можно сказать, в конце Да, наверное, да Конечно, после такой песни Как-то, знаете, тяжело это петь Потому что у меня песня, наоборот, веселая Про зиму Сейчас ведь у нас на улице зима Да ладно, удивляете прям Да, вот я сам удивляюсь Ну, тем не менее, это факт Вот И раньше, наверное, если вы помните Особенно старшее поколение Что у нас свадьбы проводились в деревнях На тройках На лошадях Вы понимаете Но вот эту песню я сочинил Это моя авторская песня Я ее сочинил Будучи И когда ехал в поезде Наоборот Смотрел в окно И вот эти воспоминания Как-то нахлынули Думаю Ну ведь здорово Когда-то раньше все это было Понимаете Подождите Не могу не спросить Вы сами-то видели эти тройки? А как же Я не то, что видел Я в этом активно участвую Потому что на свадьбах частенько бывают И вот в тройках-то мне как раз Непосредственно в санях Приходилось часто ездить Вот Потом вылетали с саней Вместе с гармошками Это было очень здорово Оригинально Понимаете Это надо прочувствовать Это надо прочувствовать Ну и, конечно, у меня песня Которую сейчас я хотел исполнить Она называется Русская метелица Порашет снежком лицо Все вокруг белым било Под санями снег кружится Все дороги замело Ох, снег, снег, снег Снег кружится, стелится Заметает все вокруг Русская метелица Эй! Эй, вы кони вороные Вы летите прямо к ней Через лес и через поле Прямо к миленькой моей Ох, снег, снег, снег Снег кружится, стелится Заметает все вокруг Русская метелица Русская метелица Мчатся кони по деревне Снег летит из-под капы Белым облачком клубится Под болозьями скрипит Ох, снег, снег, снег Снег кружится, стелится Снег, 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 снег Снег кружится, стелится Заметает все вокруг Русская метелица Заметает все вокруг Русская метелица Сейчас было бы самое время сказать коротко о погоде, но нет. Я напомню просто, кто сегодня участвовал в концерте в студии, а не в разговоре в студии, преимущественно. В Новосибирске до 27 декабря проходят концерты Маланинского фестиваля. И в студии «Пяти вечеров» сегодня были гости и участники музыкального праздника. Алексей Викторович Медведев из Мурома, Игорь Вадимович Шибков из Санкт-Петербурга, Владимир Павлович Глазунов, Нижегородская область, Иван Викторович Шулбаев из Таштыпа, Республика Хакасия, Геннадий Григорьевич Сюрсин. Сюрсин? Сюрсин. В конце программы удосужился спросить ударение. Андрей Федоров и Анна Николаевна Федорова, спасибо вам огромное, уважаемые гости. Всех ждем на концерты. Здоровья и успехов вам. Спасибо. И вам спасибо. До новых встреч. Видеоверсию нашей программы вы можете посмотреть в удобное время в группе «Вести Новосибирск» ВКонтакте. «Пять вечеров» показывают также на медиаплатформе «Смотрим» и на телевизионном и интернет-канале «Сибирь-24». Сегодняшний вечер провел журналист Сергей Костриков. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok